Жители села Стародубского стесняться губернатора не стали и открыто поделились своими проблемами. В их дворе по улице Лобанова 5А сделали ремонт в рамках программы «Тысяча дворов». К нему претензий нет. А вот к управляющей компании, в которую жильцы обращались неоднократно, они накопились. В доме сырой подвал протекает крыша выходной группы. Ну скажи громко. Когда сделаешь? До зимы. Да нет, до сентября сделают. До зимы это что-то неправильно. До 1 сентября задачу ставлю. Дальше губернатора повели к дороге. Когда идут зожди, здесь скапливается вода. Кроме того, не убирают песок, который вместе с пылью летит прямо в окна домов. Услышали. Вот поручение я даю министру. Он будет заниматься, мы проследим за этим. Также в ходе поездки губернатор посетил путепровод, который сейчас капитально ремонтирует. Еще один объект – Долинская городская поликлиника. Здесь проблемы видны невооруженным глазом. Разрешение спрашивать не надо, надо ремонтировать. Принято. У вас деньги для этого есть? Деньги для этого есть. Все ремонтируйте, да. Делаем проект на сметную. Но я смотрю, что и благоустройство надо приводить в порядок. Посмотрите, что это просто страшно посмотреть. А люди-то отсюда заходят? Да. Ну, ребят, я скажу так, что можно было бы даже переложить то, что есть. Ну, криво и косо. Посмотрите, как. Оно, да, оно здесь постоянно гуляет, поэтому все это будем переделывать. На капитальный ремонт фасады и благоустройство территории уже готова проектно-сметная документация. Нашлось место и благодарностям. Сахалинка Тамара Кузнецова поделилась с губернатором результатом своего приема у врача-невролога. Примет всегда объяснит и скорую вызовет. Вот умница. У меня сестра сильно болеет. Она сколько раз ее уже спасала. Все, успокойтесь, не волнуйтесь. Дай Бог здоровья. Сделаем. В целом, жители района довольны доступностью медицины. Это стало понятно и на встрече с населением. Много вопросов касалось аварийного жилья, сферы ЖКХ, а именно тем водоснабжения, водоотведения и газификации. Также прозвучали просьбы о помощи от многодетных семей. Мои дети останутся без квартиры, без денег, без всего вообще. Ну, я не понимаю вообще. Я пришла за помощью, а меня в эту ипотеку загоняют и дальше. Я занимаюсь специально семьями, которые нуждаются. И у меня есть специальная программа. Я каждую неделю провожу такие личные встречи. Я вас приглашаю в эту программу. На личную встречу губернатор пригласил еще одну семью. Они примут участие в проекте «Бороба с бедностью».